Сирию женских портретов молодой фотохудожник Наталья Валтернист создавала около трех лет. Теперь работы наконец объединились в выставку под названием «Чаще всего мы разрушительны, но иногда бываем прекрасны». Я стараюсь никогда не объяснять свои фотографии и даже стараюсь никогда их не называть. Единственные слова, которые есть на этой выставке – это название. Название придумала не я, это был комментарий, который оставлен на фотосайте одним пользователем. И когда я прочла эту фразу, я поняла, что это именно суть, суть того, что я пытаюсь выразить. Для меня фотография – это какой-то способ, наверное, победить разрушение и сконцентрироваться на прекрасном, зафиксировать момент красоты. Выставка получилась небольшой, однако это дает возможность полностью погрузиться в каждую фотографию, всмотреться во взгляд модели и увидеть там целую историю. Каждый портрет наделен своей энергией, где-то таинственной, где-то романтической, где-то грустной, где-то той самой немножко разрушительной энергией, но почти каждая фотография, как и каждая женщина, окутана своей тайной. Дебютную выставку Натальи Волторнист помог организовать Евразийский центр современного искусства. Его директор Вадим Асачий следит за творчеством Натальи давно и на протяжении многих лет видел, как растет мастерство автора. У Натальи, считает Вадим, безусловно, есть природный талант, причем далеко не тривиальный. В ее работах улавливаются нотки фотографов-неориалистов 30-х-40-х годов. Откуда она это все знает? Ну, это вот интуитивно она такое. Плюс сочетание… Вот фэшн-фотография, она всегда красивая, то есть это эстетская фотография. Но она такую глубину добавила туда, что, на мой взгляд, это очень круто. Экспозиция расположилась в зале библиотеки Курганского государственного университета. И, по словам организаторов, каждый желающий успеет с ней ознакомиться. Марина Богатырева, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова